13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор информационно-аналитических программ телеканала РНТВ «Киров» Елена Шмулевич. Здравствуйте. Очень приятно тебя видеть в нашей студии. Давно не видались. Наши слушатели тоже соскучились. И на сайте хакирова.ру в разделе «Анонсы» есть несколько вопросов, которые тебе адресованы. Мы их в процессе нашей беседы обязательно озвучим. И ты, конечно же, прокомментируешь то, что пишут наши слушатели. А вам, слушатели, я напоминаю, что вы до сих пор и сейчас, и потом. Вы можете писать свои вопросы нашим гостям. Эхакирова.ру в разделе «Анонсы» фотография нашего гостя. Там, пожалуйста, форму заполняйте. Там плохая фотография, я видела. Мы долго вчера с нашим редактором Анной Лапшиной выбирали и думали, что это хорошее. Но я так и знала, что это тебе не понравится. То есть ты думала, что хорошее, но знала, что хорошее. Да. Мы думаем, что ты красавица там. Да, хорошо. Пишите. Эхакирова.ру в разделе «Анонсы». Я буду одобрять и озвучивать ваши вопросы и сейчас тоже. Итак, первое, то, что я подготовила. Мы не можем пройти мимо этого мероприятия, события, ивента. Это то, что произошло в воскресенье. Первое, это народный сход, который требовало чиновников отремонтировать дороги и перестать воровать. Я сейчас основываюсь на материале, который расположен. Перестань воровать. Перестань воровать. Расположены на сайте. Ну да, но вот это два основных требования, которые я вижу на сайте «Семь на семь». Там большой репортаж о том, как проходил этот народный сход. Нельзя перестать воровать, ты понимаешь? Да, потому что если ты перестанешь воровать, то получится, что ты раньше воровал. Ну то есть люди не подумали, как эти требования свои предъявляли. Понимаешь? Что-то непродуманного, неполикаретно, недипломатично они поставили свои вопросы. Но, наверное, можно было бы сказать, что традиционно, однако нет. Иногда чиновники на народных сходах и митингах, которые ранее были разрешены, появлялись. Но в этот раз ни одного чиновника профильного по дорогам не было здесь. Они приглашали? Вот у меня вопрос. Не могу сказать. Я, например, о мероприятии узнала после того, как оно произошло. Но я точно могу тебе сказать, что об этом мероприятии мы говорили точно заранее. И это мероприятие было одобрено и получило разрешение чиновничьим аппаратам, так что они уж точно знали, что будет этот сход. То есть они должны были самостоятельно прийти сами, вот так вот. А ты считаешь, что нужно приглашать на такие сходы людей? Я не считаю, я просто спрашиваю. Тебе кажется, что вот чиновник, который за это отвечает, вот за все, понимая, что это такое, он вот пойдет по собственной воле, ну, если это не предвыборка какая-то, очень хитрая, то не пойдет, конечно. Но он сначала человек, потом чиновник. Вот тебе говорят, пошли, мы сейчас тебя будем ругать. Причем вот хвост и выгрел, и тебе достанется за всех. Что такое перестаньте воровать? Вы сначала определитесь, кто ворует. Если мы определимся, кто ворует, и это подтвердит там, ну, сложно, конечно, надеяться, что прокуратура это подтвердит, но тем не менее, да, то есть это какие-то вот немножко неконкретные. Что сейчас происходит с дорогами вообще? С дорогами происходит то, что их плохо положили. Их плохо положили по той простой причине, что все дороги у нас кладет городское и муниципальное предприятие. Муниципальное, это ключевое. Оно выигрывает все тендеры. Если вдруг выиграет тендер не он, то значит там коммерсантам достанется, не знаю, там у них просто не примут работу, на самом деле. Вот все очень проистекает плавно. И пока ГДМС один в городе, у него нет конкуренции. У него нет конкуренции, у него нет ответственности. Как это нет ответственности? Вроде бы это муниципальное предприятие, и вот его-то вроде легче всего контролировать, нет? Контролировать. Что значит контролировать? Наказать? Наказать на деньги. Это деньги из бюджета, на которые будет наказан бюджет. Как говорят у нас чиновники, которые отвечают за дороги в городе, приходящие сюда в эфир, они говорят, что когда свои выигрывают, это лучше, потому что их можно контролировать, а не близко. Вот такая логика. Они их контролируют и так, и сяк. Хоть они выигрывают, хоть они не выигрывают. Здесь, конечно, в этом тоже есть резон. Они правы в том, что там пермики-москвичи сделали что-то и ушли. Это касается и зданий, и дорог, и чего угодно. И не несут гарантийных обязательств, потому что эту фирму завтра закрыли. Или не закрыли, но все равно очень сложно с ней судиться, бодаться и доказывать. А здесь свои, да, но это на самом деле так. То есть, по крайней мере, они могут какую-то гарантию предоставить работу, если они здесь остались, работают, продолжают это делать. Только с них не требуют. У нас гарантийные работы не проводятся, насколько я понимаю. Я вот сейчас оговорюсь, потому что, сразу прошу прощения, наверное, какие-то проводятся. Но вот судя по тому, что вот проистекает, ну, любая компания бы разорилась, если бы она не была полугосударственной, если бы она вот такое клала, и потом бы это все за свой счет переделывала. У нас на сегодня куски асфальта выворачены, на улице. Это правда. Я позволю себе зачитать выдержку из резолюции, которую приняла Народный исход в минувшее воскресенье. Значит, она содержит в себе следующее. Требовать от власти выделить дополнительные целевые средства на текущий и капитальный ремонт в Кирове, ввести видеонаблюдение при ремонте дорог, а на сайте администрации создать раздел для общественного контроля за ремонтом, где будут размещены все конкурсы на ремонт, график, производство работ. Губернатору Никите Белых предложить взять под личный контроль состояние дорог, а чиновникам публично отчитываться о состоянии дорог каждый день. Кроме того, одно из требований резолюции отмены транспортного налога. И вот эту резолюцию с подписями всех собравшихся собираются прежде всего отправить Владимиру Путину в Госдуму за к собранию Кировской области Никите Белых и Владимиру Быкову. Вопрос, как ты ее оцениваешь? Дельное ли предложение? Будет ли это все действенно, если, например, это можно ввести? Ввести что? Отмена транспортного налога? Видеонаблюдение? Видеонаблюдение мне нравится, идея видеонаблюдения. Хотя она тоже, ну, здесь надо, чтобы кто-то независимый осуществлял технический контроль этого видеонаблюдения, потому что можно снять что угодно, и вот, ну, что такое видеонаблюдение, кто будет наблюдать, где это будет возможно, там, я не знаю, как это будет организовано. То есть здесь технические вопросы возникают. И денежные, как тоже. У нас эти камеры куда распределили, которые на участках были? Тяжелые ли, помнишь, у нас был вопрос, куда бы поднимать камеры? А, ну, так как ждут своего времени. Вот, вот оно пришло. Они до 14 сентября. Оно пришло, это время. Можно их пока расставить, поработать, проверить заодно их состояние. Это ты имеешь в виду камеры, которые на участках выбраны? А, ну, это не получается видеонаблюдение. А чего наблюдать-то? Ну, вот я с этой темой, я не знаю, ну, как любой, наверное, горожанин, или любой журналист нашего города, я ее занимаюсь там, ну, не знаю, просто нескончаемое количество лет. И каждый раз я дивлюсь, когда мне сообщают, что 200 единиц техники куда-то там вышли. Куда они вышли? Куда они вышли? Где они? Их никто не видит. То же самое касается всех этих вот нескончаемых рассказов про ремонты. Ну, что это за вот, ну, что наблюдать-то мы будем? Нет, я лично, я лично в этом году наблюдала технику, которую лопаткой, заплатки лопаткой клали. Не могу сказать, тяп-ляп или нет, я теперь уже не понимаю, как это происходит. Это не про технику, понимаешь? Мы были. Но это все равно заплатки. Да, ну вот серьезно, участница Анна Креницына, это я тоже цитирую 7 на 7, говорит, если мы все будем выходить, будет результат. То есть людей призывали объединяться и пополнять ряды народных служб. Результат, конечно, будет. Он, может быть, будет не в виде хороших дорог или уволенных чиновников. Даже внутри себя результат. Вот они вышли, у них другое вообще самое ощущение, мне кажется, появляется. Ну, люди не бездействуют, они вообще хоть как-то голову подняли. Большое спасибо им за это. Но чиновники все равно к ним никогда не придут, и ты считаешь, что ей не нужно? Ну, они, может быть, придут. Но я не знаю, будет ли от этого результат. А когда результат будет? Ты знаешь, результат будет, наверное, во-первых, когда такого, я не знаю, как это сделать, понимаешь? Когда, правда, чиновникам уже хватит денег. Но всегда ведь есть те, кто помладше, там, да, и какие-то схемы возникают такие. Они ведь не обязательно чисто коррупционные. Они ведь научились закон-то как-то вот просто так под себя подстраивать, чтобы он им подходил под их действия, и ничего им за это не было. Вот в этом как бы проблема-то основная. Но я думаю, что когда они будут, ну, как минимум, когда мы их научимся выбирать, ну, как минимум, там, допустим, раньше были какие-то выборы, там, да, то есть относительно такие, тут тоже о них говорили разные, да. Но, тем не менее, вот, перед выборами, ну, люди реально что-то делали. Вот эти обещания часто всем наплевать. Ну, потому что, если у нас главу города выбирают 30 человек... Городская дума. Ну, вот. То, ну, конечно, можно там прослеживать, что давайте выбирать тщательно этих 30 человек, но нет. Ну, вот городские дороги, они зависят именно от того, какая у нас городская дума и какие у нас городские чиновники, или это более глобальная проблема, там, может быть, с российского масштаба? Что-то, что-то, что-то более серьезные механизмы не так работает. На самом деле, это проблема, конечно, общая, то есть, ну, нельзя говорить, что это там, вот, вот, прям только наше. Где-то дороги лучше, где-то, ну, хуже, я честно скажу, не видела, где-то такие же, вот, например, да. Потом, вот, мне не нравится, вот это вот, ответственным за все назначили Быкова. Ну, прям принято у нас обвинять во всем Быкова. Ну, да, там плакаты такие, Быков, выходи, асфальт, приходи, как будто... А вот он, а вот он глава городской думы. Вот кто-нибудь в чем-нибудь по области обвиняет Ивонина, например. Нет, у нас крайний губернатор. Быков просто на виду. Вот на сегодняшний день есть глава администрации. До него, кстати, тоже была глава администрации. Да, мы помним. Дмитрий Драный. Дмитрий Драный, да. И вот к ним вопросы. Собственно говоря, мы пожинаем то, что вот тогда было сделано. Будем говорить, мэр города, это политическая фигура, это фигура, осуществляющая там внешние какие-то, да, отношения с, не знаю, с другими регионами. Это вот про это. Хозяйством должен заниматься глава администрации. Ну, то есть все-таки давай завершим эту тему. Тут вопрос какой? То есть виноват глава администрации. Его работу должна проверить прокуратура, например, нет? Вопросы ему надо задавать. Вопросы ему надо задавать. А кто должна задавать вопросы-то? Ну, как минимум прокуратура. Понятно. Потому что мы уже задавали, но я не вижу результаты. Люди задают, да. В среду 20 апреля в областном суде будет оглашена позиция суда же по аккастационной жалобе городской администрации на решение, принятое ранее, о незаконности продажи участка земли в Парке Победы. Историю наши слушатели знают, поэтому глубоко вдаваться не буду. Но вот то, что администрация не согласна с решением и подала жалобу, вот это нужно еще раз сообщить, и 20 апреля будет понятно, что будет решать по этому поводу суд. Есть, как всегда, несколько мнений. Вот давеча юрист Ян Чеботарев в нашем эфире заявил, что правильное решение не может быть отменено в угоду кому бы то ни было. И что все судьи в нашем областном суде честны. Высказывали сомнения по поводу того, что решение устоит. И была версия, что решение может быть отменено, и естественно в угоду чьим-то там интересам. Даже может быть налетом коррупционных. Здесь интересам-то вообще известно. Что значит чьим-то? Ну и дальше что? Вот что ты думаешь? Устоит ли решение в суде? О, ну это знает только суд. Что такое честные судьи? Я не знаю. Вот тут, наверное, неправильное слово, да? То, что они не продаются, то, что нельзя пойти им заплатить денег, вот мне почему-то кажется, что нельзя. Но то, что давление на суд какое-то, наверное, может быть. Мы же понимаем, что может быть, да? Здесь вопрос вообще в другом. Я не знаю, как поведет себя суд. Это дело судей. И вот это прям их профессия, они ее знают, а я нет. Здесь вообще интересна другая сторона. Мы как-то совершенно не говорим там не о морали, ну пусть не о морали, а просто о каких-то вот служебных, об исполнении служебных, собственно говоря, да, обязанностей. В нашем случае мы вообще вот, мы понимаем, о чем мы говорим. Администрация города подает касацию на суд, который признал незаконным продажу участка в парке за 350 тысяч, который стоит там по некоторым оценкам 200 миллионов. Вообще понимаем вообще, о чем вообще речь идет? Вообще как не стыдно подавать. Надо было просто спрятаться и забыть про это дело. Но я считаю, что это просто вот, ну, вопиющий факт. Дело администрации, ребята, не вот организовать киоск тикицхи и продавать там какие-то земли, участки, что-то еще, а дело администрации города сделать жизнь горожан комфортной. Потрясающе, но все об этом вообще забыли. Ты понимаешь? Они чего-то своими делами заняты. То нам рассказывают, что денег нет, то нам рассказывают, что они деньги зарабатывают. А где вообще функции? Где вот эти мэры на велосипедах? Ну вот, да? Мэр не может ездить на велосипеде. Он пешком на работу прийти не может. Яна Юрьевна Страузова говорила о том, что мэр живет за городом, и поэтому ему нужно ездить на машине. Он молодец, что живет за городом. Он предусмотрительно живет за городом. Яна Юрьевна Страузова, да, руководитель пресс-службы. А вот ты понимаешь, то есть вот здесь вот есть вот эта сторона. Как вообще такое может происходить? Ребят, вы продали участок в парке, который продавать нельзя. Суд это признал. Вы его продали за какую-то смешную цифру про, как сказали мне мамочки в парке Победы, с которыми я разговаривала. Она говорит, да что вы, мы бы сами на свое это материнское пособие-то купили бы на детское. Ну, да, вот этот материнский капитал, он как раз составляет там порядка 400 тысяч. Она говорит, да господи, вы нам скажите, мы скинемся, мы выкупим этот участок за 350. То есть чего все хотят за эти деньги, понимаешь? И они-то оставят его гулятельным для детей. Я сейчас не буду просто возвращаться к теме, собственно, парков, потому что это экологи 300 раз сказали, что у нас там ниже нижнего предела зелени на одного человека. Я как раз об этом хотела тебя спросить. И нам нечем уже дышать, и, наверное, мы можем, конечно, поехать, как мы все делаем, там, в Порошино, или мы там едем куда-то в лес, но это неправильно. Во-первых, не все могут поехать и остаются в городе самые незащищенные. Пенсионеры, дети, вот совесть надо иметь. Хорошо, хорошо, допустим. Допустим, решение суда устоит, и землю администрации не вернут, и администрация не сможет ее отдать Кировскому заводу охотничеству. и рыболовного снаряжения со всеми там учредителями и владельцами этого предприятия, среди которых, как мы помним, упоминался родственник Владимир Васильевича Быкову. Насколько я помню, я ведь не ошибаюсь? Не ошибаюсь. Ты не ошибаешься? Вот. Ну ладно. Ну, насколько я понимаю, он не в охотничьем снаряжении работает, не на заводе, а в компании, которая собиралась застраивать этот участок. Застраивать этот участок, все верно. Ладно, хорошо, не отдали, а оставили город уже. И как будто бы это территория парка. Мы знаем, что там действительно деревьев очень мало, и парком на этом участке этот участок называть практически невозможно. Это было там? Да, конечно. Там очень смешная вот эта вот газораспределительная станция стоит на футбольном поле. Да, там такой смешной кусочек, как раз парка, где остались деревья, и где хорошо, что сделали фонтан. Там дети веселятся, очень здорово. Там вот на этом участке есть деревья, есть какая-то развлекаловка, а дальше, правда, очень что-то напоминает все. Нет, деревьев там немало, деревьев там много, ты не права. Пустырь, пускай. Там не пустырь, это козольное поле, и там не много деревьев. Хорошо. Облагораживать эту часть надо. И что? Кто это будет делать? Ты видела хоть один сильно облагороженный парк с большим вложением денег, с тем, что похоже было бы на парковую культуру. Кстати, тут Владимир Васильевич Быков в своем интервью, когда здесь вот он мне давал интервью, он спросил у меня, что такое парковая культура. Видимо, все-таки подозревая меня в том, что я не понимаю вообще, что такое парковая культура, я тоже усомнилась, я поняла, что я, видимо, тоже не понимаю. Но никто не будет вкладываться в парк, и пока не будет денег, а денег, как ты знаешь, нет. И что же теперь так и будет, это в таком состоянии? А так хотя бы, может быть, действительно замаду в России. Почему Москва, город номер один вообще, вот в строительстве парков, развитии зеленой инфраструктуры, вот этой парковой, Москва – это город номер один в мире. Вот по итогам прошлого, позапрошлого года, больше всего зелени, больше всего парков высажено в Москве. Ну, съездите, поучитесь у столичных коллег. Что значит нет денег? У нас ни на что, а на что они есть-то? Ну, вот на дороге денег нет, ну, вот на парке денег тоже нет, ну, вот на эту тоже нет, никто там не бедствует, никто там на велосипедах, еще раз повторюсь, не ездит в администрации города. Да, это и не нужно. Никто, совсем не хочется, чтобы они были бедные. Хочется, чтобы всем остальным тоже жилось как-то полегче. Ну, смотри, в Москве, если ты уже о ней заговорила, мы помним, мы обсуждали здесь проекты, которые разрабатываются нынешним мэром Москвы и запускаются, они все направлены на заработок. Там и парки развивается, и внутренняя инфраструктура. То есть это, что называется, городская среда, да, вот совершенствование городской среды и инфраструктуры. Вот они об этом говорят. У нас как-то об этом вообще не говорят ничего, да? Я тут, кстати говоря, приметный... Мы вот говорим только от этого пользы немного. Понимаешь, говорить как-то этого недостаточно. Я нашла приметный ролик твой, тобой уснятый, не очень давнишний, на сайте вашего телеканала. И там хорошая цитата из Ирины Рубцовой, которая у нас отвечает в городе за градостроительство и архитектуру. Она говорит, что касается оценки инфраструктурной, то, конечно, в этом отношении, наверное, на стадии выдачи разрешений, а мы же все про разрешения, которые администрации дают. В данном случае это на строительство в городе Кирове. Такие вопросы рассматривать невозможно, говорит Ирина Рубцова. То есть, еще раз, при выдаче разрешений на строительство, оценка инфраструктуры, которая должна сопровождать это строительство, произвестись не может, говорит Ирина Рубцова, начальник управления городостроительства и архитектуры городской администрации. Вот вопрос, зачем вообще нужно такое управление? Вместе с такими городостроительствами, ну вот да, что значит невозможно? То есть, это вот то, с чем мы сталкиваемся каждый день. У нас задыхается уже не только центр там. То, что ты говоришь, это сюжет, посвященный застройке исторического центра, в котором тоже все очень не сладко и не гладко на самом деле. Там какие-то дикие непонятные нарушения происходят, на которые почему-то прокуратура закрывает глаза, почему-то там их не замечают прямо посреди города. Это район Гритского молодого глади, да. А на самом деле, то есть там не совсем так, там на самом деле очень индивидуальный случай, да, там речь идет о том, что там несоответствие в законе со стройкой, да, они как раз соответствовали закону, который был принят на тот момент, когда было выдано разрешение. Вот так у нас можно сделать. Да, мы помним, что директор Уксавитек поработал в администрации зама по строительству. Ну вот как-то получилось так. То есть, теперь уже да, это тоже опять нельзя. Раньше было нельзя, и сейчас тоже нельзя. А вот в этом промежутке, когда выдано разрешение, было можно. Вот так вот можно у нас еще делать. У нас очень много бывает случаев, когда вот тогда разрешалось, сейчас не разрешалось. Это отдельная часть, там, да, вот в данном случае там Лопаткин на меня очень обиделся, там даже как-то... Были последствия твоего сюжета, потому что он довольно жесткий. Были последствия, он очень жестко со мной поговорил, да, я даже могу претестировать, он сказал, что тоже будет клеветать на людей, ну это смешно вообще, да, тоже буду клеветать. То есть тебя обвинили в клевете? Во-первых, я не клеветала, это, да, то есть, ну, я могу доказать, что за каждым моим словом есть документ, там, кстати, люди есть, которые с документами, да, вот, а во-вторых, ну тоже буду клеветать, вот клеветая, это вообще статья, то есть человеку просто угрожает клеветать. Он не говорит, что он тоже там скажет правду. Ну вот, например, в данном случае, вот на самом деле, там, я его понимаю. А Лопаткин, директор УКСАВИТЭК, это прежде всего коммерсант. Работа коммерсанта зарабатывает деньги, вот он ровно этим и занимается. И делает это хорошо, у него это получается. Его задача, да, обеспечить работой, в том числе, его строителей. И дома качественные, красивые, и... Я не говорю, что мне там нравятся дома, которые он строит. Мне не нравятся дома, которые он строит. Они, ну, это мое личное мнение, и я не говорю, что оно правильное. А кому-то нравится то, что он строит, и там, и они считают, что он молодец, поэтому, ну вот, на вкус и цвет, как говорится. Но, то, что они неуместные, в 20 метрах, как он рекламирует, от храма, ну, в 20 метрах ставить многоэтажки среди малоэтажной застройки. Они некрасивые. Но это не проблема Лопаткина. У нас можно все. У нас вообще нет, я так понимаю, никакого понимания, как должен выглядеть город. Понимаешь? То есть здоровское место он там строит. Опять же, там уже сейчас сложно ездить. Там люди выезжают на дорогу с риском для жизни, там две машины разойтись не могут. Это разве проблема Уксавитек? Это проблема города. И вот нам этот город заявляет, что он не может просчитать инфраструктуру. Вы вообще для кого там сидите? Вот у меня каждый раз, понимаешь, они думают, их задача продать участок, что ли? Расстелить барак один? Для чистоты высказываний, да, я буду говорить, что эта ситуация, мы-то с тобой знаем, практически за каждой строительной компанией в городе. А враг за 40, твой любимый. Да, обожаемый мной, который то ли есть, то ли нет теперь уже. Было очевидно изначально, что здесь строить вот такое нельзя. Построй в другом месте. Крым, Карловый Центр, мы мне тоже говорили. А здесь построить что-нибудь. Лопаткин, кстати, тоже, да, помню в бытность своего замстроительства, он говорил, что Крыму быть не должно, а должна быть инфраструктурная развязка здесь транспортная. Вот, от кого это зависело, ну, например, от кого это зависело, если вот он, чиновник, который занимается отраслью. Ирина Рубцова, которая тоже, видимо, свою подпись ставит, говорит, что невозможно просчитать оценку инфраструктуры, делать невозможно. Невозможно, а зачем? Летайте потом как-нибудь. Самое-то интересное, что это вот в городе очень очевидно, да, оно касается не очень большого количества людей на самом деле, будем говорить по-честному, да, но это сейчас проистекает везде, у нас нигде не просчитывается. И вот нам, я не помню, сколько цифр, сколько там тысяч квадратных метров каких-то невозможных будет отдано под застройку, да, и вот у меня вопрос, а сколько будет отдано под инфраструктурные, там, транспортные какие-то сети? Нисколько света. Ну, где эти счастливые новоселы, где эти покупатели торговых центров, где эти посетители развлекательных учреждений, где они собираются не то, чтобы там парковаться, а где они собираются ехать? По дорогам возвращаемся мы. По дорогам мы возвращаемся. С которых нет. Ни старых, ни новых, очевидно. Елена Шмулевич со своим особым мнением у нас в эфире, через две минуты мы вернемся. Продолжается программа «Особое мнение», и свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор информационно-аналитических программ, телеканал РНТВ «Киров» Елена Шмулевич. Ну, тема месяца, можно сказать, прошедшего – это установка колеса обозрения на театральной площади. Тебе эта идея кажется красивой? Вот тебе, как человек, который любит все красиво, я такой вопрос задаю. Вот, я знаю, что ты хочешь услышать, и я была, когда, я была шокирована, когда я услышала про это колесо, ну, потому что для меня вот это вот карусель на какой-то правительстве, на главной площади города. Поставить карусель, ну, а потом, а что нет, и шапито разбивают в том числе, понимаешь? Приезжает цирк и встает на театральной площади. И вот то, о чем мы только что говорили. А если можно в 20 метрах от монастыря строить дома, которые совершенно архитектурно не соответствуют всему, что здесь есть, и это на века света, то я не понимаю, почему не поставить на правительственной площади, где стоит здание правительства, вот карусель, почему и не поставить всего на 5 лет? Что такого? Ты понимаешь, мне сначала казалось, что это некрасиво, а сейчас мне очень нравится, мне, во-первых, нравится задор Крепостнова, то есть он вообще на самом деле всем нам показывает, как надо жить. Валерий Крепостнов автор проекта практически, да, это его идея. Да, не надо вообще стесняться своих желаний, насколько я понимаю, вот, да, наверное. Смотри, как это весело. Это, а, весело, б, прибыльно. Ну, мы понимаем, что он бы не стал этого делать, если бы это не приносило деньги. Это принесет деньги. Если это приносит деньги, это значит, кому-то надо. Вот, понимаешь? То есть, вот как-то... В данном случае он тоже действует как бизнесмен. И как бизнесмен ты сама только что сказала в отношении Лукса, АвиТек и господина Лопаткина, что бизнес и должен так поступать. Да, 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 наверное. Они делают все для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот есть власть, которая должна, собственно говоря, их приостанавливать, может, сколько-то. в их вот таких вот потолзновениях изменить вообще всю нашу жизнь, да, там, где это касается. А я с тобой согласна, что да, бизнесмены так и должны себя вести, почему нет. Ну, ты против колеса или за? Я не против колеса. Не против? Я не против колеса уже теперь. Все, у вас будет на театральной площади? А почему нет-то? Ну, хорошо бы еще, может быть, что-то вот так, как на той картинке, которая там у колеса, вокруг ровный асфальт, опять же, когда к дорогам, да, красивые скверы и прочее. Слушай, ну, это должно быть условием власти, на самом деле, согласись, да? То есть вот под это колесо можно попросить там у предпринимателя, который собирается на нем заработать, ну, какие-то там не очень дорогостоящие, а можно и очень. Ну, то есть вот, я считаю, что 250 тысяч аренды, это недорого, я считаю, что вот это... Что еще можно было попросить? Я не знаю, какое-то обустройство, может быть, он сам придумает что-то красивое. У него все в порядке с фантазией, вот я тут недавно была на Спасской, где стоят все эти музеи мороженое, мне нравится это, это красиво, ну, вот, это весело, это детям нравится. И потом, вот, я думаю, что колесо поставят, кто бы как к этому ни относился, да, там, я думаю, что его поставят. Но, и мне хочется посмотреть, там, сколько будет людей на нем кататься, все. Ну, хотя бы ради этого, пусть поставят, и я посмотрю. За каким-то исключением небольшим, да, ну, значит, это людям надо. Ну, вот людям еще что-то надо, это тоже касается Валерия Крепостнова, вот вопрос на сайте, Анна пишет себе, на аэродроме в Порошино собирается строить гоночную трассу. Она тут комментирует, видимо, как-то связано с этим местом жительства. Крышкой тихому загородному житью. Про трассу написали, а про общественные слушания ничего, опять все за людей решили. Ну, здесь эмоциональный такой пост. Это тоже проект, связанный так или иначе с Валерией Крепостновым и с нашей администрацией, понятное дело. Ну, вот, что ты скажешь, Аня, на это? Ко мне вопрос, почему не провели общественные слушания. Вероятно, тут вопросов нет. Ну, вот, автором проекта, на самом деле, задать. Я думаю, что если их не провели, то, скорее всего, они там... У нас такие законы. Вот, и даже если иногда у нас проведут публичные слушания, и оказывается, что они совершенно не соответствуют там ничему, потому что оказывается, выяснилось, что на публичные слушания можно приносить какие-то письменные заявления. Понимаешь? Сколько можно собрать этих письменных заявлений, и сколько может людей реально прийти. То есть, вот, у тебя ощущение, что ты победил на этих публичных слушаниях, там, и, допустим, сторонников одного решения больше, чем другого. А потом выясняется, что тех, которых меньше, их поддерживает целая пачка заявлений, подписанных там где-то, кем-то и когда-то. Ну, вот. Идея гоночной трассы хорошая. Идея гоночной трассы хорошая. Идея гоночной трассы хорошая. Я считаю, что гоночная трасса очень нужна, на самом деле. Это вот у меня профессиональная. Вопрос, где? И, конечно, людям, которые находятся рядом, это, наверное, совершенно не нужно. Насколько я понимаю, вот я, может быть, не досконально знаю вопрос, насколько я понимаю, она строится по периметру аэродрома, и если там можно иметь аэродром, да, и если там уже можно иметь аэродром, то я думаю, что ничего не запрещает и гоночную трассу. Вот я согласна, что для людей, которые там живут, это может быть довольно печально, безусловно. Но вот чисто законодатель, чисто юридически я не готова отвечать, потому что, возможно, гоночная трасса по своей сути не сильно отличается от аэродрома. Ну, видимо, здесь еще жалоба человека, который боится, что будет слишком громко, и все эти гоночные машины будут мешать. Самолеты тоже громкие. Ну, они не летают. Да, да. Дальше, Александр Сергеевич пишет, зависит ли региональная журналистика от рекламодателей? То есть умалчивают ли журналисты об ущербной для города деятельности отдельных компаний, которые являются рекламодателями? Как, по-вашему, нормально ли это? Дальше он сам же отвечает на вопрос, на этом тогда прервемся, потому что далее еще один. Об уроне городской среде он говорит. Ну, вот, кстати говоря, ты когда делала сюжет про Уксовитек, он являлся спонсором вашей телекомпании? Рекламодателем, я имею в виду. Нет, нет. Если бы он являлся рекламодателем нашей телекомпании, наверное, было бы сложнее намного делать какие-то сюжеты. То есть, безусловно, вот эта связь и зависимость. А как вы хотите? А как вы хотите, если печальнее, когда у нас рекламодатели появляются у органов власти, у правоохранительных органов? Вот это намного печальнее. Журналистам, если чего-то не досказал или ему не дали досказать, ну, это не критично. А если закрывают глаза люди, которые подолгу службу должны, то дальше вот и всё. У нас люди почему-то считают, что то, что делают журналисты, это ничего не стоит. Это стоит даже, когда мы говорим о газете. И уж тем более это стоит, когда мы говорим о радио или телевидении, о каких-то технологичных вещах. Это стоит денег. И у нас никто не готов платить. То есть, открой завтра телевизионный канал без рекламы, с какими-то критическими материалами. Я не знаю, сколько подписчиков наберётся. Надо попробовать. Можно смотреть на общественную российскую телевидение. Здесь я понимаю, что вопрос о какой-то свободе слова... Не совсем. Вот теперь я продолжение тебе зачитаю вопросу. Отвечает тебе Александр Сергеевич. Сам могу ответить. Это есть, то есть, что умалчивают журналистов в ущербную для города деятельность отдельных компаний, если они рекламодатели являются. И замес на это невооружённым глазом, он говорит. Вот теперь вопрос. Как выйти из этой ситуации? Потому что покрывание этих компаний, информационный вакуум вокруг них наносит существенный урон городской среде. Значит, если что-то наносит урон, и если это будет подтверждено, пишите заявление в прокуратуру. Если наша прокуратура не может с этим разобраться, значит, надо дальше как-то жаловаться. Потому что журналист — это просто какой-то рупор. Это человек, который просто чуть громче и, может быть, краше формулирует какие-то запросы общества. Ну, по сути, да. Отвечать на запросы общества журналист не должен. Даже если я отправила бригаду делать сюжет про то, какая ужасная труба, как она течёт и как бабушку затопила, я не должна идти и чинить эту трубу. Это точно совершенно. Ну, может быть, можно было и без нас этот вопрос решить с этой трубой, и точно так же с уроном этих компаний. Если они вносят урон и ущерб, значит, нужно подавать на них в суд, ну, и каким-то образом. Я не знаю, решать эти вопросы. Вот если вам кажется, что журналисты это замалчивают. Теперь ещё один вопрос, который я тебе приготовила. Это вопрос про алкоголь. Да, всё-таки законодательное собрание не приняло инициативу Марины Сазонтовой, вице-спикера ЗАГСобрания, о том, чтобы запретить продавать круглосуточно алкоголь в заведениях общественного питания, ресторанах, кафе и так далее. И рестораторы на этой почве, что меня очень удивило, они, значит, возрадовались и сказали, что они теперь им дали поработать, и они теперь готовы на какие-то бесплатные обеды, на какие-то суперакции для людей, для того, чтобы показать, что они ответственные бизнесмены, и они готовы совершенствоваться и приносить благо обществу. Ну вот. Ну а где здесь плохо-то? Я не поняла. Очень хорошо, правда же? Это замечательно. Дальше больше. Андрей Вавелов, комментируя это, говорит, это, кстати, был отклик на предложение нашего слушателя. Он предлагает вернуть прежнее время продажи алкоголя в магазин, потому что слушатель сказал, что это несправедливо. В ресторанах можно, в магазинах нельзя. Это хорошо. Вернуть продажу алкоголя в магазинах с 8 утра, по-моему, там, согласно федеральной норме. Вот ты понимаешь, что это вот случай, когда я не знаю. Я не знаю... Тебя это как человека не касается. Меня это как человека не касается. Я думаю, что это нанесет некий ущерб ресторанам. Да, если спиртное, можно будет купить в неурочное время не только в ресторанах и кафе, барах, но и в магазине, что, безусловно, дешевле, естественно, мы понимаем, да. Я там смотрела... Меня, знаешь, что удивило? Вот это... 8 утра разрешить. Ну, например. Да, с 8 утра. Разрешить продажи 8 утра. Можно, да. Ну, смотри, нормальные люди в 8 утра же не пьют, мне кажется, нет? Ну, есть только... Иногда подарки покупают алкогольные. Знаешь, я сталкивалась даже сама лично с этим, когда нужно было какой-то красивый, значит, напиток хороший. Знаешь, иногда это тело мне очень нравится. Налей мне виски. Ну что, в 9 утра? Ну, брось туда мусли. Понимаешь? Если человеку надо в 8 утра выпить, надо дать ему выпить в 8 утра. Вот их не так много, этих людей. Он что, должен какой-то бодягу идти? Ну, вот. Я не знаю. Я не вижу ничего плохого в этом. Может быть, я не права, но я не вижу ничего плохого. Ты за эту инициативу. Я не за и не против. Вот. Ну, вот. Такое у нас сегодня состоялось особое мнение с Еленой Шмулевич, главным редактором информационно-аналитических программ телеканала РНТВ «Киров». Я надеюсь, ты будешь к нам приходить. Да, с удовольствием. Спасибо тебе за общение. Спасибо. Светлана Занко. До свидания. До свидания.